16+. 12.06 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот». В студии по-прежнему Анна Лапшина и Светлана Занько. И здравствуйте, да. Да, здравствуйте. И мы уже сразу можем представить наших гостей. Представляем. Так, Роман Береснев, руководитель Федерации профсоюзов Кировской области. Его приход мы анонсировали в прошлом часе. И Павел Шапкин, руководитель международной киберспортивной компании UCC. Давайте расшифруем. You can company. Ты можешь компания. Понятно, спасибо. Да, мы так обозначили нашу тему. Повышение минимальных зарплат до уровня МРОД. Ситуация в Кировской области. И к этой теме приурочили опрос на сайте эхокирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Мы интересуемся, какая у вас зарплата. Белая, частично белая и полностью в конверте. Мы тут со Светой в терминологии немножко запутались. Народный в начале прошлого часа, когда озвучивали опрос. Все-таки частично белая зарплата – это серая, так называемая, зарплата. Я думаю, что да. А та, которая полностью в конверте – это черная. Ну, я не... Это народное определение. Поэтому, конечно, можно и такую классификацию проводить. То есть, ну, я понимаю, что частично – это когда часть выплачивается все-таки по ведомости, либо там по официальной зарплатной, либо на карточку. А вот когда уже речь идет о том, что полностью... А, частично – да, в конверте. Ну, а вторая – это полностью выплаты осуществляются абсолютно без каких-либо ведомостей. Это Роман Александрович Береснев сейчас взял слово. Павла Шапкина, кстати, мы неожиданно совершенно застали в редакции. Увидели в нашей студии, да. Потому что Павла пригласил как раз Романа Александровича как руководителя компании, в которой сотрудники получают полностью белую зарплату. Да, добрый день. Скажу откровенно, цель – платить зарплату в белую. Она давно у нас стояла в компании, и я никогда даже представить себе не мог, что в результате этого я стану каким-то героем радиоэфира. То есть, на мой взгляд, это вполне разумный, очевидный, ожидаемый ход от любого предпринимателя. Почему? Ну, позже поговорим. Мне кажется, как раз я там перехвучу инициативу. Как раз пример Павла. Вот почему нужно платить в белую? Да, то есть вот он очень характерен. То есть это создание организаций и вот выход организации именно на решение именно таких вопросов. То есть он аргументацию, думаю, что свою скажет. А мы все говорим о том, что там нет, это невыгодно предпринимателям. Нет, они сегодня в тень уходят. Нет, МРОД там сегодня загоняет весь бизнес куда-то непонятно куда. Ну, в общем-то, я думаю, что это как раз конкретный пример конкретного предпринимателя, который принял для себя конкретное, и я считаю, что абсолютно стопроцентно правильное решение. Ну, мы с Павлом поговорим. Да, давайте все-таки в начале нашей программы я результаты опроса озвучу. Сколько у нас тех людей, которые получают зарплату? Я в 5.30 голосовал, поэтому я не знаю сейчас, что у вас тут. Итоговый результат следующий. Значит, зарплата у меня полностью белая. Это я результат ВКонтакте озвучиваю. Говорит, почти 60% наших участников опроса. Частично белая 27,5%. И полностью в конверте 14%. А голосование анонимное у вас? Да, голосование у нас анонимное. На сайте распределяется следующим образом голоса. 38,4 белая, 38,4 частично белая и 23 в конверте. Коллеги, а вот у вас, у журналистов она какая? У нас белая зарплата. Или у вас это экономическое? У нас белая зарплата, да. Так, какая же ситуация в Кировской области? Один у нас Павел Шапкин такой или все-таки есть? Нет, ну что вы, конечно, там у нас очень большой объем бизнеса все-таки находится сегодня в узаконенных трудовых отношениях. Ну, я просто хотя бы всегда говорил и говорю, в тех организациях, где есть профсоюзы, там однозначно белая заработная плата. И все-таки у нас 100 тысяч сегодня членов профсоюзных организаций. Это значит, это уже в этой массе точно сегодня вопрос по заработной плате решен однозначно. 100 тысяч это по Кировской области, по региону, не по городу. Поэтому вот это уже мы можем говорить точно о том, о тех предприятиях, о тех организациях, где сегодня этот вопрос решен однозначно в соответствии с законом. Роман Александрович, а мы можем какую-то статистику, не знаю, не статистику, но параллели какие-то провести? Все-таки вот белая зарплата больше где? Ну, понятно, что государственные структуры, органы, которые сотрудничают с госструктурами, это ясно. Вот. Крупные предприятия или все-таки средний и малый бизнес? Крупные предприятия и средние предприятия, как правило, сегодня все-таки платят заработную плату, сегодня однозначно в белую, потому что, ну, они всегда находятся под определенным вниманием, соответственно, проверяющих структур. Много сейчас вот там дискутируют по этой теме, много там бизнеса выступает по взаимоотношениям с налоговой службой. То есть, естественно, они просто находятся сегодня в зоне пристального внимания. Сегодня те, кто не находится в зоне пристального внимания там и власти, и проверяющих структур, они в общем и целом больше используют сегодня вот эти механизмы. Это как раз в большей степени малый бизнес. Это там малый бизнес, который там сегодня пытается что-то заработать, но тем не менее и пытается вот заработать в том числе на том, чтобы не перечислять налоги, не решать эти вопросы. А все, кто, у меня есть и другие примеры, все, кто все-таки выходит уже ближе к среднему бизнесу, они все все-таки так или иначе задумываются об этом, либо уже переходят в однозначно эту плоскость, потому что, еще раз говорю, что они становятся уже интересны, к ним проявляет уже интерес определенная проверяющая структура. А правильно понимаешь, что зависимость прямая? То есть, чем меньше компания, тем меньше внимания проверяющих структур? Ну, в общем-то, да. — И это дает возможность людям или их как-то мотивирует на то, чтобы они платили зарплату в конверте? — Ну, я считаю, что здесь у нас тоже есть некий, в том числе, государственный перегиб, когда мы разговариваем с теми же проверяющими структурами. Я говорю, почему вы там сосредоточены исключительно на крупном бизнесе? Ну, у них фактически нет задачи сегодня, ну, там, на 100%, если бы это было как показатель эффективности деятельности любой там проверяющей структуры, найти как можно больше субъектов, кто сегодня не платит налоги. У них нет такой вот задачи. Найти налоговое нарушение есть. Это проще сделать в любой там крупной компании. Это проще сделать даже в бюджетном секторе. А вот найти тех, кто не платит, вот такой задача, к сожалению. — Слушайте, ну, может быть, здесь как раз всё совсем неплохо. Может быть, малышей не трогают, потому что, ну, их придёшь, обложишь проверками и штрафами, всё, их не будет, больше они закроются. — Ну, возможно, конечно, и так, но если там штрафами обкладывают, обкладывают почему-то, да, то есть они что-то должны нарушить. — Мы понимаем, что есть нарушения, но вообще, как говорят бизнесмены, приходя к нам в студию, очень сложно работать в России, совершенно, стопроцентно соблюдая законодательство. Да, всё равно где-то ты оступишься, может быть, там даже не со зла, а по незнанию, но тем не менее. — Наверное, я никогда не был в этой шкуре бизнесмена, поэтому сказать мне очень сложно. Но, как мне кажется, у любого есть всегда свои отговорки. То есть всегда свои отговорки есть у тех, кто там находится со стороны контролёров, там, да, есть со стороны проверяющих. Мы какие-то стандартные вещи видим, но нужно в каждом конкретном случае рассматривать каждую конкретную ситуацию. Почему, от чего и для чего? Я считаю, что государство в этой ситуации тоже должно устанавливать определённые законодательные меры. Я не понимаю, почему сегодня на конкурсы по строительству допускаются организации с 10-тысячным уставным капиталом и не имеющие реальной штатной численности работников. Мне непонятно. Почему вот такие какие-то, вроде бы, так сказать, очевидные? Конечно, там, вроде, чтобы не было каких-то сговоров, там, это, вроде, такая антимонопольная политика у нас, но это не конкуренция, это недобросовестная как раз конкуренция. То есть если бы организация уже там была на рынке, там, определённый период времени, у неё был определённый штат работников, уровень оплаты труда у этих работников, почему эти критерии нельзя сегодня включить во все контракты, мне это непонятно. Почему лесникам там выделяют какие-то эти самые делянки без учёта вот этих требований? И возникают ситуации, когда крупные, успешные сельхозпредприятия пеняют на то, что у них мужики уходят из их сельхозпредприятий при средней заработной плате, там, под 40 тысяч рублей, в лес, где у них официальная заработная плата, ну, как правило, на уровне минимального размера оплаты труда, и всё. — 211-101, номер телефона прямого эфира, 211-101. Подключайтесь, пожалуйста, к нашему разговору, потому что чувствую, что есть некоторые моменты, которые могут вызвать даже дискуссию. Пожалуйста, вот малый бизнес, средний бизнес, пожалуйста. — Да не некоторые моменты, а многие моменты. — Если вы трудитесь где-то, и у вас зарплата там частично серая, вас это волнует или, наоборот, вас это устраивает, звоните 211-101. Мы разговариваем с Романом Бересневым, руководителем Федерации профсоюзов Кировской области, и Павлом Шапкиным, руководителем международной компании «Юкэн Компани». И вас тоже просим подключаться к нашему разговору. Так давайте тогда, чтобы Павел, и раз уж мы про это заговорили, как средней компании малому бизнесу платить зарплату в белую, пожалуйста, Паш, как вы с этим справились? — Вы вообще был малой компании или средней, все-таки? — Или уйдет, давайте сейчас уйдем на перерыв, наверное, да, и продолжим. — Ну что, Павел, расскажите нам, каким образом вам удается, являясь малым, переходящим уже в средний бизнес по размерам капитала и количеству трудоустроенных сотрудников. — Сколько их, кстати, да? — Сколько сотрудников? — У нас официально трудоустроено 25 человек. Есть задачи по трудоустройству тех, кто работает на удаленке, тех, кто так или иначе разово выполняет какие-то задачи. — Фрилансеры. Они по договору с вами работают, да? — Да, да, да. По договору тут их не устроишь. Но все, кто работает в офисе, все, кто работает у нас ежедневно, все трудоустроены в белую. — Офис в Кирове? — Да, офис в Кирове. Всех перевозим из других городов, из стран сюда, в Киров к нам работать, здесь инфраструктура дешевле. Но это другой разговор. Вопрос в чем? Многие предприниматели, которые нас слушают, платят 6% налогов. Но далеко не все знают, я сейчас скажу, может, задумается, что этот процент можно уменьшать до трех. То есть если вы устраиваете официально работников в белую у себя в компании, то можно компенсировать часть налогов, которые вы платите, и вместо 6% платить 3%. А оставшиеся 3% будет уходить как раз в счет всяких платежей, которые необходимо платить за официальное трудоустройство. То есть это базовая вообще грамотность, бизнес и финансовая, бухгалтерская грамотность, которой, я считаю, не хватает, во-первых, нашим предпринимателям молодым, потому что создается какое-то стойкое ощущение, что нет, нужно обязательно в кармане деньги сохранить, и государство не предоставляет никаких возможностей. И предоставляет. Это момент номер один. В начале разговора вы говорили, ну, там, вот под контролем, поэтому все боятся, и, мол, в страхе побежали трудоустраивать. Трудоустраивать. Но это не так, на самом деле, по крайней мере, у нас. Мы начали трудоустраивать наших работников не из мотивации страха, а из мотивации, что, ну, вот какой образ предпринимателя сегодня в обществе. Образ предпринимателя, что, ну, вот это какой-то уш на сковородке, это вот человек, который там какой-то вот такой непонятный, что-то он тут купил подешевле, продал подороже, но это не так. Посмотрите, какой на Западе образ предпринимателя. Это уважаемые люди, которые, видите, вот огни большого города за окном, это все создано руками бизнеса. И отношение к предпринимателю должно быть таким же и в России. И когда я строю свою компанию здесь, в Кирове, я не хочу сам себе утром признаваться, что я живу во лжи, обманываю кого-то, не плачу деньги, что я что-то утаиваю. Нет, мне, то есть, бизнес-то не просто деньги, это не просто желание заработать здесь сейчас бизнес, это, ну, некое предназначение, миссия. То есть, мотивы более высокие работать, чем просто, короче, купить арбузы и подать их подороже. Когда начинаешь выстраивать какую-то компанию, которая относится как к ребенку. И, исходя из этого, я сам с собой хочу быть честным, да, я хочу говорить себе, что я честный человек, я плачу налоги. И я не хочу повторить опыт многих предпринимателей из 90-х годов, которые, извините, в 45 лет от инсульта или от инфаркта умирают. Почему? Потому что живут постоянно в стрессе. В страхе. В стрессе, в страхе, меня проверят. Значит, ну, то есть, мотивация какая? У работников мотивация. Я не приду на работу в 9 утра, мне штраф сделают. То есть, мы постоянно вообще живем в стрессе. Это какая-то, такая-то странная жизнь. А жить нужно в любви, в счастье, да. А как это делать? Платить, платить налоги. И спать спокойно. Замечательно, но у Павла, я так понимаю, что специфическое все-таки несколько компаний, особенно если учитывать, что сотрудники есть перевезенные, в том числе, из других стран. А потому что люди, которые работают вот в этой сфере, кибер, IT и прочее, это люди, которые всегда зарабатывают хорошо, и хорошие специалисты на рынке всегда ценятся. И ясно, что такой сотрудник наверняка будет претендовать на белую зарплату, все отчисления и прочее. То есть, это тоже, наверное, сыграло свою роль? Не знаю, честно скажу, не знаю. Мое мнение, продавать пиво или продавать сосиски, простите за такой вульгарный пример, разницы нет никакой. Все равно продавать пиво или продавать сосиски, понимаете? И IT. Ну, вы-то и не сосиски. Или IT. Это в том или иной... Успешным надо быть и в пиве, и в сосисках, и в IT-технологиях. Это в том или ином образе. Это продажи чего-либо. И когда компания выходит на определенный качественный уровень, необходимо инвестировать в свои кадры. Всегда. Так, смотрите. То есть, получается, это низкая грамотность предпринимателей в отношении, например, налоговой системы. Второе. Устаревшее понимание и мотивация. Смотрите, я не хочу обижать предпринимателей, что низкая грамотность. Просто, может быть, недостаточная информированность со стороны государства. Это третий момент. Если говорить, если просто часто говорить, ребята, вы можете платить не 6%, а 3%, и при этом официально трудоустроить своих работников, привязать их к рабочему месту. Но вот с точки зрения бизнеса, это, представляете, какое конкурентное преимущество для любого работника, который приходит в компанию. Ты говоришь, у тебя будет белая зарплата. Вот еще одно предложение от Павла Шапкина. Пенсионный фонд хорошие ролики, уже много лет записывает про серые зарплаты и конверты, игровые такие. Да, я всегда обращаю на них внимание. Вот, пожалуйста, еще одна история про... Научились у нас снимать ролики. Вон какие посыпались перед выборами. Посмотри, да, бьющие в разные точки. Посыпались. Главное... Про 3%. Главное, то, что я сказал до этого, что важно мотивацию не от страха, а к возможностям показывать. Потому что это действительно дает огромные возможности. Следующий момент. Если предприниматели, которые нас слушают, я думаю... То есть уже получается другой мотив. Не заплати налоги и спи спокойно, а заплати налоги и получи больше возможностей. Однозначно. Почему? Потому что компания, которая не платит налоги, она однозначно уязвима. Вот у вас есть конкуренты, у вас есть недоброжелатели, да кто угодно. Если моя компания уязвима, как я вообще намерен привлекать инвестиции в компанию, как я намерен вообще... Это же я расходую на строительство компании свою жизнь. Так мне зачем расходовать жизнь на нечто, что является огромным риском? И в любой момент это могут забрать. И в любой момент... Или закрыть. Ну, проверки часто используют. Ну, окей, не будем говорить часто. Проверки могут использовать как инструмент, скажем так, конкурентной борьбы. Так мне важно, чтобы моя компания была защищена, чтобы моя компания была стабильной, и чтобы я был в безопасности как предприниматель. Ну, и кроме того, надо обратить внимание, что все-таки компания UCC, она международная компания, а выйти на международный уровень, имея серые зарплаты или черные зарплаты в конвертах, практически нереально. Я имею в виду расширение возможностей. Если вы думаете, как выходить за горизонты, за пределы региона, за пределы страны, то вы должны понимать, что это необходимые условия для ведения бизнеса. Еще есть один момент, очень важный, который я хочу сказать. Если на сегодня, вот я, предположим, малый предприниматель, и я неожиданно начну платить налоги в белую, да, просто посчитайте. Если вы посчитаете, что перейти на налоги в белую вам просто невыгодно, да, то есть многие так говорят, мне невыгодно, так это вопрос не к законодательству, это вопрос не к государству, это вопрос к эффективности вашей организационной структуры, это вопрос вообще к вашему бизнесу в целом. То есть если вы выстраиваете бизнес на том, что его доходность 6%, то есть те, ну, окей, 20%, В те несчастные деньги, которые вы заплатите налоговую, пенсионную и так далее, но, наверное, что-то не так с бизнесом. Это как раз возможность с другой стороны посмотреть на свое предприятие. То есть найти новые источники дохода, увеличить рентабельность. А не мотивация, что раз мне не выгодно, значит, я, наоборот, еще меньше буду платить. Вот здесь мне очень хочется, чтобы все-таки включились в наш разговор наши слушатели-предприниматели. 211. Потому что еще раз вот Аня уже говорила, что IT-сфера – это высокодоходная сфера. Вот, пожалуйста, звоните те, кто открывает сейчас там булочные, например, или какие-то брачные и так далее. По-моему, открывается настолько много сегодня булочных. И расскажите, да, как у вас это все устроено. Есть еще какие-то вот такие пункты, которые необходимо, Паша, отметить? Главное, что надо понимать, это что предпринимателям, именно как я делюсь своим ощущением, что заниматься бизнесом, быть предпринимателем – это такое же предназначение, ну, это такой же талант, как быть музыкантом. И я хочу быть в бизнесе музыкантом, понимаете? А представьте себе музыканта, который, ну, я не знаю, ну, вот, смотрите, 90-е годы, или, наверное, Советский Союз, который продает саксофоны из-под полы где-то. Ну, что это такое? Это нереально. Я хочу быть музыкантом, поэтому… Нет, который поет под фанеру, например. Или который поет под фанеру. То есть, ну, вопрос, кем мне себя ощущать в своей жизни вообще? Я поняла. Тогда, когда в России перестанут на центральных каналах петь под фанеру, мы поймем, что и с бизнесом у нас все хорошо. Ну, есть множество музыкантов, которые, в общем, не поют под фанеру, да, и которые не выступают на Первом канале, при этом прекрасные музыканты. Точно. Давайте мы теперь перейдем непосредственно к теме нашей программы, вот как она обозначена, как сказалось повышение, или, будь скажется, повышение минимальных зарплат до уровня МРОД на каждом из нас. Нет, ну, давайте мы сначала все-таки напомним, с чего все началось, да. В конце прошлого года на сайте областного правительства было размещено письмо, обращение такое, да, к компаниям и предпринимателям, что мы считаем необходимым довести до вашего сведения, что хорошо бы вы подняли официальную зарплату на вашем предприятии до уровня минимальной ставки, да, МРОД. Как рекомендация звучала? Нет, ты знаешь, это звучало как призыв, я бы даже сказала, да. Нет, это не рекомендация, не призыв, это норма. Вообще это как бы это соблюдение закона, да. Да, в соответствии с действующим трудовым кодексом, значит, мы использовали эту статью 193-ю трудового кодекса, мы можем принимать на региональном уровне соглашение о минимальной заработной плате в конкретном нашем регионе. Такое вот решение было принято. Механизм там следующий, то есть там за месяц уведомляются все, и дается возможность отказаться от присоединения к соглашению тем предпринимателям, которые по определенным причинам не могут сегодня этого себе позволить. Например, по каким? Много ли отказалось вообще? Ну вот список. О, на скольки страницы? Триста пять. Триста пять. Организация. Организация. Да. А мотивация отказа? Здесь у меня нет пока обобщенных там мотиваций, но мы понимаем, какие здесь организации в этой ситуации попадают. Это предприятия сельскохозяйственного профиля, где особенно мелкие предприятия, где действительно уровень заработной платы не сильно высок и был и до того как. Во-вторых, это предприятия жилищно-коммунального комплекса, потому что их уровень оплаты труда может зависеть только от одной составляющей, от тарифной. То есть если в тарифной составляющей уровень оплаты труда не повышен сегодня, им повысить, в принципе, и ресурса определенного нет. Попали здесь и предприятия торговли, особенно райпотребкооперации, потому что маленькие магазинчики... То есть это тоже не город Киров, это область? Это не город Киров. Конечно, там попала и крупная сеть, но мы всегда знали о том, что у них достаточно невысокий уровень оплаты труда, это Почта России, но мы с ними встречались уже неоднократно, то есть они двигаются, у них есть поэтапное решение данного вопроса внутри. Но ведь мы, опять же, принимая это решение, мы учитывали уже те посылы, которые шли со стороны федеральной власти. И когда мы принимали решение, было уже понятно, что МРОД с 1 января будет 9489 рублей. То есть меньше не должны платить. А сейчас уже принято решение, что с 1 мая в трех чтениях уже Государственная Дума утвердила, он будет 11 160 рублей. И уже после нашего подписания мы понимали, что президент, он все равно будет эти решения принимать. И нам бы хотелось, чтобы как раз бизнес уже начал пробовать, потому что мы понимали, сколько прожиточный минимум вообще российский, он выше, чем наш прожиточный минимум. И, естественно, видите, и цифры уже становятся значительно больше. То есть сейчас мы имеем полноценную возможность спокойного перехода к федеральным цифрам. Можно я уточню? Все-таки предприниматели с мая, когда МРОД на федеральном уровне изменится до 11 с лишним тысяч, должны будут уже платить не меньше 11 тысяч? Или все-таки не меньше той суммы, которая у нас на уровне региона? Ну, понимаете, здесь регион — это некая факультативная дополнительная возможность. То есть при МРОДе 9489 для внебюджетного сектора мы могли принять решение на уровне прожиточного минимума нашего региона. То есть 10-159. А когда принято решение федеральное, наше решение уже, оно, как бы так сказать, становится ниже по возможностям. То есть мы не можем устанавливать минимальный размер заработной платы ниже федерального МРОДа. Поэтому сейчас будет действовать с 1 мая федеральный МРОД. И поэтому кто начал спокойно вести работу по подготовке, все-таки изменения. Мы же, наверное, в письмах, как и должно быть, поскольку орган власти сводит эти вещи, там должны быть и механизмы. То есть мы не присоединяемся, причина, и мы готовы присоединиться, допустим, то есть проработав там полгода, мы должны там уже присоединиться. Как Почта России, допустим, мы вот там, да, запланировали себе там такие задачи, и мы эту там задачу намерены выполнить. Но сейчас-то уже нет возможности. Если к нам можно присоединяться, либо не присоединяться, сейчас обязаны выполнять все с 1 мая это решение. Но я все равно считаю, что вот мы, когда говорим о минимальном размере оплаты труда, мы говорим о... Это некий там уровень нищеты, я бы даже так сказал. Потому что вот ниже-то совсем падать уже некуда. Ну, о каких цифрах-то мы говорим сегодня? 9, 10, 11. Ну, попробовать там... Журналист нашей профсоюзной газеты «Солидарность общероссийская» пробовал прожить на прожиточный минимум. Где? В каком городе? В Москве. Так, а сколько в Москве прожиточный минимум? Там 1015, по-моему, или 17, что-то вот... Ну, он тоже там невелик там, да, и это самое. То есть эксперимент, в общем-то, под наблюдением врачей осуществлялся, потому что иначе... Иначе это никак невозможно по-другому построить. Поэтому... То есть совсем, конечно, там полностью иерацион и все остальное. Тут очень интересно, да, все-таки квартира у него была своя, или он снимал где-то комнату. Ну, там все учитывалось. Понимаете, в прожиточном минимуме, если мы говорим не о МРОТе, а о прожиточном минимуме, там учет есть всего. И жилищно-коммунальных услуг, и питание, и минимум каких-то потребностей. Что там из... Не только продуктов необходимости, а и промышленных товаров нужно ежедневно каждому. То есть мы каждый же там утром там умылись, там почистили зубы. То есть паста, как минимум, там нужна для того, чтобы нормально... Это все рассчитано. Но наш прожиточный минимум сегодня, извините, как бы он там расчетным образом выводится, но он тоже не соответствует сегодня тому, на что в принципе жить можно. Да. И это вот как раз повышение МРОТа, это уход от нищеты. Это только там из-за этого. И никаких тут других вариантов быть не может. Мы должны выходить вот из этого состояния, чтобы у нас зарплаты были нормальные, и уровень благосостояния граждан РОС. Прервемся на полторы минуты. У нас сейчас реклама и продолжим. Говорит о минимальном размере оплаты труда и ситуации в Кировской области. Напоминаем, вот сейчас очень важно было сказано, что с 1 мая он составит МРОТ 11 160 рублей. Продолжаем разговор с Романом Березневым, руководителем Федерации профсоюзов Кировской области, и Павлом Шапкиным, руководителем международной компании UCC. По поводу минимального размера оплаты труда, какая сейчас ситуация складывается в стране и в Кировской области, применяют ли эту норму на наших предприятиях. Ну и продолжаются голосования на сайте эхакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Мы вас спрашиваем, какая у вас зарплата, белая, серая или черная. Вот ты знаешь, Ань, на сайте ситуация меняется каждую минуту. И если мы в начале эфира говорили о том, что полностью белая и частично белая одинаковое количество процентов занимали, там, по-моему, я не помню, поскольку я говорила. По 33 примерно. По 33 примерно, да. То есть сейчас 28% говорят, что полностью белая, частично белая, говорят, 56% и остаток на зарплату в конверте. А сколько обрушено? Не могу сейчас сказать, у меня здесь не отражается. Но посмотрю, зайду в админку. Так просто растет количество людей, которые признаются, что зарплата в конверте. Вконтакте другая история. Вконтакте по-прежнему лидирует вариант полностью белый. Я там это списываю, да, все-таки на молодую аудиторию, более молодую аудиторию людей, которые голосуют. И мне кажется, что, да, наверняка эти люди работают. Мне кажется, вконтакте просто у респондента нет ощущения анонимности. И поэтому на всякий случай проголосую, думает человек за полностью белую заплату. это так же, когда спрашивают, да, отобряете ли вы политику действующей власти. Нет, но мы понимаем, что повышение брота все равно приводит к какому-то определенному проценту тех предприятий, которые, наверное, пойдут уходить от белых зарплат, может быть, частично и так далее. То есть, это да, безусловно. Но государство в этой ситуации должно стимулировать работодателей на то, чтобы платить не меньше каких-то определенных цифр. Ведь у нас так-то это давно уже закрепленная норма. Удивительно то, что она там не соблюдалась долгий промежуток времени. Удивительно, что мы все еще обсуждаем, платить белую зарплату или не платить. Я тоже считаю, что это просто уже там, о каком мы говорим цивилизованном государстве, мы пытаемся там добиться каких-то хороших дорог, там, правильных фасадов, там, скверов, парков и уборки снега там в соответствующий период, а мы до сих пор не научились платить заработную плату соответственно в белую. Ну, а какой там с государства спрос, если там бизнес вот так вот участвует в делах государства? Я прошу прощения, можно, вот я маленькую вставлю просто ремарку, есть мнение экспертов, что государство не заинтересовано в том, чтобы все работодатели платили белую зарплату. Почему? Потому что, если мы посмотрим, как это выстроено на Западе, там человек получает зарплату и сам уже платит с нее налоги. Если человек, о, в России по-другому, да, то есть в России работники привыкли, что налоги за них платит работодатель. Если эта ситуация изменится, и люди увидят, сколько они платят налогов каждый месяц или каждый год, претензии по поводу расходования этих налогов, да, что государство не могу перевернуть это с точностью, наоборот. Это не мое мнение, это мнение экспертов. Это теория заговора какая-то, что давайте-ка мы не будем привлекать внимание и много денег собирать. Не знаю, вот я, разрешите поделюсь, вот мы с друзьями, когда предпринимателем молодыми собираемся, ходим, обсуждаем вообще, ну как дела в бизнесе, как все вообще развивается. Я могу сказать, что большинство моих друзей переходят, уже перешли на зарплату в белую. Я просто не буду называть компаний, чтобы не рекламировать их в вашем теле, но вот Денис Ивонин, молодой, великолепный предприниматель кировский, у которого один кинотеатр, ну точнее, два кинотеатра, вот тут один недалеко от театральной площади, один на дружбе находится. Да ладно, чего уж там, скажем, это смена и дружба, это партнеры наши. Это смена и дружба. Значит, фитнес-клуб звездный у него, так же точно. Все полностью, уважаемые друзья, платится в белую и по-другому у него Сергей Новицкий, диджитал-агентство, брендмейкер в Кирове, который тоже работает на международный рынок и в Нью-Йорке, и в Кирове, и по всей России все полностью в белое платят. И, знаете, вот таких примеров просто моих друзей, которые платят в белую, их очень много. Хорошая история, вы начали об этом говорить в перерыве по поводу того, что когда соглашения стали подписывать наши предприятия, но с обеих предприятиях, даже тех, что подписали это соглашение, все-таки было брожение и непонимание, что вообще происходит, причем не понимали сами сотрудники. А сейчас есть недовольство сотрудников или непонимание, вообще что произошло? Я не понимаю там слово брожение, вот когда принимают закон, мы должны бродить или должны исполнять. Вот эта норма, в принципе, имеет такую же силу, как норма закона. Роман Александрович, люди не солдаты, дайте им право быть недовольными. Право быть недовольными, что заработную плату стали платить больше? Нет, другим. Подождите, давайте, как бы, так сказать, о каких людях мы говорим сегодня? Если бы там предприниматель, который там, да, ну вот только-только там вышел на какой-то определенный уровень, он может быть недовольным. А трудящиеся, те, кто работают и которым там сегодня, извините, заработную плату повышают, он чем должен быть недовольным? Есть недопонимание людей, которые занимают средние позиции в компаниях и людей, которые занимают ну рядовые первые позиции, да, то есть тем вот, кто самый-самый-самый был низкооплачиваемый и поднимает зарплату до минимального уровня, и она равняется зарплате среднего персонала и там, ну, вопрос закономерный. Вот это уже конкретно, да, это уже конкретно, да, сегодня есть такая ситуация, когда, конечно, сразу поднять всем работникам ни один представитель бизнеса не может и нет таких возможностей сегодня и в региональном, там, и в федеральном бюджетах. Понятно, что это следующая там задача, следующая работа, которая должна осуществляться там властью, мы, естественно, будем на это обращать самое пристальное внимание, ну и в коллективах я, вот где сегодня встречаюсь, я встречаюсь много, везде говорю, что наша задача сейчас вот это, чтобы это вот такая ниточка, она дальше натягивалась, то есть она немножко, так сказать, где-то подопустилась в средней части, вот мы ее должны натянуть дальше, чтобы заработная плата и у этих категорий росли. Это тоже нужно делать, я там, надеюсь, что в ближайшее время такие действия будут однозначно государством предприниматься, чтобы там уровень педагога, чтобы у него ставка была не 6800, извините, а у нас 6800 ставка педагога, а ставка должна быть не меньше, чем минимальный размер оплаты труда. Это опять же следующая задача, которую должны мы сегодня добиваться и там решать совместно там с властью. А вот, кстати, да, это ведь большая история с майскими указами, то есть если мы поднимаем минималку и зарплаты по уровню региона растут, да, так или иначе, сейчас новое требование профсоюзов, а оклады не должны быть меньше минимального размера оплаты труда. У нас, понимаете, как бы тоже интересная ситуация в разных отраслях сложилась, у нас окладная часть в заработной плате в бюджетных отраслях от 25% до там 55-60. От чего? От общего объема заработной платы, окладная часть. Что такое оклад? Это твердое, установленное там для работника. Деньги, которые ты в любом случае получишь. А компенсационные выплаты это да, они, конечно, там могут считаться практически постоянной частью, но у нас же в большей степени сегодня стимулирующие выплаты все равно. То есть это ты можешь получить, а можешь не получить. И вот сегодня увеличение окладной части вот та задача, которую профсоюзы перед собой ставят дальше. Мы в переговорном процессе с правительством региона находимся. И сейчас создается рабочая группа по образованию, по системе образования, чтобы вот окладная часть была увеличена в системе оплаты труда. Ведем переговоры по другим отраслям. Так что я думаю, что это тоже там задача будущего, чтобы мы к этому подходили к вопросу и смотрели. Ну а когда мы будем ее подходить и смотреть, естественно, возникнут вопросы по вот среднему, там, средней категории, которая сегодня где-то на уровне уже младшей категории находится, там, низшей категории находится. Ну, неправильно, низшей, наверное, там, да, несколько менее оплачиваемой. Поэтому вот это тоже будет учитываться, и, наверное, вот это, если ниточку натянуть в правильном там режиме, она, в общем-то, сможет уже дать реальный уровень защищенности любому работнику бюджетной организации. Роман Александрович, а вот сами сотрудники тех предприятий, где зарплата выплачивается в конверте, они сейчас как-то активизировались, они сами жалуются, они приходят, они советуются, что такое происходит, снизу какое-то движение идет? Мы пока не запустили этот механизм, мы сейчас как раз находимся в процессе консультирования с правоохранительными структурами. Боже, это страшно звучит на самом деле. Нет, но если звонок, допустим, поступил, мы должны на него не просто отреагировать, что там человек позвонил, ему не платят заработную плату, мы должны какие-то действия совершить, иначе смысл за этот звонок принимать нет никакого. И вот сейчас, чтобы мы отработали алгоритм, а что мы должны в этой ситуации сделать, как только мы этот алгоритм отработаем, заработает горячая линия повод выплатам заработных плат. Еще раз, это интерес у всех сегодня. У государства есть интерес, чтобы заработные платы платились белые, у бизнеса есть интересы, Павел его хорошо озвучил. Мы, естественно, выступаем за это, и самое главное, это для людей очень важно и очень позитивно. И в отношении пенсионных прав, и всех остальных прав, которые у них возникают, исходя из того, что заработная плата платится полностью в том объеме, в каком она должна платиться по закону. Разрешите, я добавлю, молодые сотрудники, по крайней мере, те, с которыми я сталкиваюсь, те, с которыми я работаю, часто приходят и уже на этапе собеседования говорят о белой зарплате, потому что им важно брать ипотеку, им важно думать о своем будущем. ну, по крайней мере, молодежь точно об этом задумывается. Может быть, более, то есть у нас старше 32-х лет никого не работает в компании, всю молодежь. То есть, понятно, что они думают о будущем. Может быть, люди более старшего поколения, решение вопросов является более приоритетным сегодня, а это вот как раз, когда мы, ну, слушайте, копеек не хватает на еду, иногда 7-минутное решение вопросов становится, ну, в большем приоритете. А это иллюзия. Нежели вот это долгосрочное выстраивание. Это иллюзия. Иллюзия, что я здесь сейчас получу больше, это не так. Вот в Америке идите, попробуйте, увольте работника. Он вас по судам затаскает, вы будете его увольнять полгода и выплатите ему еще зарплату за 2 года вперед. Ну, огромные деньги выплатите. Понимаете, а наши граждане, которые приходят на работу, устраиваются, к сожалению, ну, это же отношение к саму себе. То есть я к себе отношусь так, что мне все равно, я не буду защищен так же точно перед государством, я не буду защищен перед собой. Я просто работник в любое время уволил, все, он мне ничего не платил, мне с него ничего не взять, ни отпускные, ни ребенка в садик, ни в стоматологию сходить, ничего. И мне, как человеку, это не надо. Ну, вот только в таком случае я иду и устраиваюсь на такую работу, но нужно уровень своих собственных потребностей, ожиданий, и вообще всего повышать это. То есть важно, уважаемые друзья, слушатели, ну, себя начинать и требовать от своих работодателей, чтобы повышали зарплату. Ну, последний, последний такой вопрос и короткий ответ. Роман Александрович, ситуация меняется безвозвратно? Не будет другого выхода в ближайшее время, как платить только белую зарплату работодателям? Я считаю, что однозначно. Мы, если стремимся все-таки к государству цивилизованному, мы должны к этому приходить. Если мы пытаемся куда-то уходить в другую сторону, мне кажется, что вектор у государства задан именно в первом направлении. И двигаться мы в этом обязательно будем совместно. Роман Береснев, руководитель Федерации профсоюзов Кировской области и Павел Шапкин, руководитель международной компании UCC, были у нас в гостях. Спасибо, что голосовали на сайте эхокиров.ру слушатели. На сайте увеличилось количество людей, которые сказали, что у них серая зарплата. Частично белая. В контакте ситуация по-прежнему остается такой же. Самый популярный ответ полностью белая. Анна Лапшина, Светлана Занько. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин